МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На телеканале САМАРА ГИС вы смотрите программу событий. Я Ольга Морозова. Здравствуйте. Вначале кратко основные темы этого выпуска. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По коммунальным авариям ударят из тепловой пушки. Отопление в САМАРе становится мобильным. Остаться в живых, как три самарских студента устроили фотосессию в подземке. Куклы так похожи на людей. Из пластика и проволоки самарский кукольник лепит своих знакомых. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 72 двора комплексно благоустроят в САМАРе в этом году. Работа кипит во всех районах города. 30 дворов уже почти готовы к сдаче. Успеют ли подрядчики в срок, выясняли на рабочем совещании в мэрии. Новая детская площадка во дворе на улице Владимирская появилась неделю назад. Местные детвора целыми днями резвятся на качелях и горках. Те, кто постарше, играют в футбол. Сейчас у дворей осталось только доделать песочницу, установить лавки и положить асфальтовое покрытие. Новым видом двора довольны и дети, и взрослые. Раньше была трава, только по деревьям можно было ездить, а сейчас везде можно по горкам. Раньше грязь была здесь, помойка, а сейчас вот вижу, все благоустроено здесь. Детишкам есть где поиграть, особенно в футбол, не надо далеко ходить. Всего в городе полностью готовы четыре двора, на остальных идут работы. Не везде подрядчики укладываются в график, и часто не по своей вине. Где-то благоустройству мешают незаконные гаражи, но основная причина – разногласия среди жильцов. У нас, как правило, жители разделяются на два лагеря. Половина жителей за то, чтобы парковки, автомобильные стоянки делать, другая – нет. И это одна из проблем, которая требует, конечно, своего решения. Вот, например, на улице Мичурина 143. Люди наших подрядчиков даже обливали водой, требовали прекратить работу, даже ложились под трактор. За качеством работ тщательно следят. Проверка показала, в 28 дворах есть нарушения при укладке асфальтобетонного покрытия. В четырех дворах неправильно установлен бордюрный камень. Подрядчики получили предписание от Департамента благоустройства и экологии устранить все недочеты. Решается вопрос с уборкой обновленных дворов. Со следующего года в условия конкурса будут внесены коррективы. При подаче заявки жители двора будут брать на себя обязательства по сохранности оборудования и уборки. Идеология проектов – воспитание и чувство хозяина. И победили в этом проекте люди, вменяемые, которые уже следили за своим двором, уже многое сделали для него. И то, что мы с вами сделаем, мы делаем им в помощь. Мы не за них это делаем, а мы делаем им в помощь. Поддерживаю инициативу людей. 30 дворов будут полностью готовы ко дню города. Остальные приведут в порядок в октябре. Лариса Шалафас, Дмитрий Тарасов, События. Готовь котельную летом. По такому принципу работает коммунальная служба Самары. Чтобы морозы не застали врасплох, в городе провели учение. Всего одна мобильная котельная на колесах сможет в случае необходимости отапливать 9 многоэтажек. В этом убедился наш корреспондент. Солнце и жара отменяются. По легенде, здесь снежная вьюга и мороз минус 20. Из-за порыва кабеля на подстанции без тепла остались две школы-интерната. К месту экстренного похолодания моментально подъехала автономная котельная. Пара минут на подготовку оборудований и дети вновь согреты. Котельная предназначена как от краткосрочных, так и для длительного использования и эксплуатации. То есть, в принципе, в случае каких-то длительных чрезвычайных ситуаций практически весь отопительный сезон данная котельная может отапливаться. Передвижная котельная абсолютно независимо работает от дизель-генератора. Одна такая установка обеспечит теплом городской квартал – 9 пятиэтажных домов. В Самаре к возможным коммунальным ЧП подготовили заранее. Закупили четыре автономные котельные. От локальных отключений отопления планируют отстреливаться пушками – тепловыми. Если будут небольшие такие вот места, где необходимо будет обогреть, допустим, подъезд нужно обогреть, подвал нужно будет обогреть, закуплено городом пятьдесят тепловых пушек. Они тоже мощные, они уже использовались. Город, можно сказать, на сегодняшний день готов к наступающему зимнему сезону. Все шероховатости в работе службы и оборудование, выявленные во время учения, сгладят до первого снега. На зимнюю оборону коммунальные службы обещают выйти во всеоружие. Мария Ивановна, Марина Кравцова, Сергей Баскин. События. К другим темам. Два человека погибли, еще двое получили травмы. В воскресенье около 11 часов вечера на Рождественской Воложке напротив базы отдыха ЦСК ВВС столкнулись пластиковый катер и надувная моторная лодка. Погибли две женщины. По предварительной информации, пассажирки одной из лодок. На место ЧП тут же выехали пять спасателей. Пришлось привлекать спасательный катер. Двух мужчин с травмами госпитализировали в Самарскую больницу. Свидетели, очевидцы, которые находились в это время на базе, ЦСК ВВС. По их словам, слышен был хлопок, когда они вышли на берег Волги. Обнаружили два судна поврежденные. Силами очевидцев плавсредства аварийные были отбуксированы к берегу для проведения расследования сотрудниками полиции. Опасная фотосессия. Три самарских студента проникли в Самарскую подземку. Дигеры решили сфотографироваться в туннеле, где их остановили сотрудники метрополитена. Подробности подземной прогулки у Павла Баймакова. Трем самарским студентам шалость чуть было не стоила жизни. Два молодых человека и девушка тайком проникли на территорию еще строящиеся станции метро Алабинская. Затем по путям прошли более ста метров. Благо рельсы были обесточены. Ночные искатели приключений дошли до станции Российская. Здесь их уже ждали сотрудники метрополитена. Расстояние между станциями Алабинская и Российская чуть больше километра. Как рассказывают представители метрополитена, троица к опасному походу готовилась заранее. Об этом говорила спецэкипировка и целый арсенал инструментов. Фотоаппарат, фонари, веревки, отвертки, разводной ключ и даже кусачки, с помощью которых дигеры вскрыли перегородку между двумя станциями и продвинулись еще на 150 метров вперед. Такие эксперименты очень опасны для жизни, даже если рельсы обесточены. У нас вдоль, так сказать, тоннеля расположены кабели высоковольтные. Там и 10 кВт есть, и 0,4 кВт. И если человек, например, может нанести удар по нему или, не дай бог, полезет по этим кабельным стойкам, он может повредить внешнюю изоляцию этих кабелей и попасть под действие высокого напряжения. И смертельный случай гарантирован. Похожая ситуация с незаконным проникновением произошла в июне этого года. Двое молодых людей взломали кабину машиниста в хвосте электропоезда. О выходке машинисту сообщили пассажиры вагона. По диспетчерской связи о нарушителях порядка стало известно и полицейским. Тогда молодые люди попытались скрыться в тоннеле. Из-за происшествия услугами метро тогда не смогли воспользоваться порядка 500 пассажиров, плюс технические издержки. Многие к таким экспериментам относятся с опаской. Жить охота? Нет, не думают головой просто и все. Так рисковать жизнью это необдуманный риск. Ночных хулиганов оштрафовали. По предварительным данным каждому придется заплатить по 50 тысяч рублей. Дорогая получилась фотосессия. Павел Баймаков, Константин Головин. События. Хорошие приключения требуют тщательной подготовки. Вокруг света меньше, чем за 80 дней. Группа российских энтузиастов планирует обогнуть земной шар на самарских самолетах-амфибиях. Кругосветный иконический перелет намечен на февраль 2014 года. Он будет посвящен Сочинской Олимпиаде. Это будет первая в мире кругосветка на самолетах малой авиации. 20 тысяч лье над водой. Так литературно назвали кругосветный перелет авиастроители. На самом деле, путь будет почти в два раза короче. Около 60 тысяч километров. Большая часть путешествия пройдет над морями и океанами. Точный маршрут пока не утвержден. Но уже понятно, для кругосветки стандартные самолеты не годятся. Самарские энтузиасты из конструкторского бюро под Красным Яром разработали уникальный, не имеющий аналогов в мире самолет-амфибию. Серийный Ла-8 без дозаправки может пролететь почти полторы тысячи километров. Кругосветный способен на большее. Прорабатывая маршрут, мы обнаружили, что наибольшее расстояние, которое самолет должен пройти без посадки, это 4-3,5 тысячи километров. Это потребовало создания, в общем-то, доработки нашего самолета, над чем работает наша КБ сейчас. То есть этот самолет без заправки в воздухе должен находиться более 15 часов. Крылья самолета превратили в большие топливные баки. Из-за увеличенного фюзеляжа больше пространства стало в салоне. Конструкторы уже приступили к сборке модернизированной модели Ла-8. Более длинный нос амфибии нужен для посадки на океанские волны. К тому же самолету будут нипочем любые погодные условия от тропиков до Арктики. Самарский Ла-8 может перевозить от 800 до 1000 килограммов груза. В кругосветное путешествие отправятся три самолета. Сейчас организаторы решают, какими будут экипажи и кого возьмут на борт. Пролететь над экватором уже пожелали многие известные россияне. Мы пролетим около 30 стран, пропланируем пересечь. Естественно, самолеты многоместные. Народу мы с собой можем взять много. Ну, не на всякий, конечно, перелет, но в основном можно будет лететь там шестером, допустим. И, кроме того, машина такая, настолько простая в управлении, что она доступна в управлении пилоту-любителю. Уникальность Ла-8 в том, что у него есть и поплавки, и шасси. Садиться и взлетать самолет может как с земли, так и с воды. Цель у авиакургосветки амбициозная – продемонстрировать возможности российской малой авиации. Перелет решили посвятить зимней Олимпиаде в Сочи. Именно оттуда состоится официальный старт. Ориентировочно – в конце февраля 2014 года. Марина Кравцова, Дмитрий Тарасов. События. Учебный год на старте 8,5 тысяч абитуриентов будут учиться в вузах губернии бесплатно. Они поступили на бюджет. Еще 5 тысяч студентов будут учиться на коммерческой основе. Таковы итоги приемной кампании. Количество иногородних студентов составляет от 20 до 60 процентов в зависимости от вуза. В основном в Самару едут из Татарстана, Башкирии, Оренбурга, Казахстана и Ульяновска. Набор завершен. Итоги подведены. Работники приемных комиссий могут вздохнуть с облегчением. Порядка 14 тысяч человек в этом году стали студентами. Более 8 тысяч бюджетных мест и практически все в государственных вузах. Специалисты отмечают, баллы ЕГЭ в этом году выше, чем в прошлом. В этом году увеличилось количество бюджетных мест на технические специальности. Как и ранее популярной оказалась экономика. Конкурс достаточно высокий. Свои позиции сохранили гуманитарные и медицинские специальности. Некоторые абитуриенты пользуются своим правом и подают документы сразу в несколько вузов, причем на разные направления. В приемной комиссии жалуются. Это создает дополнительные сложности. Люди достаточно непрофориентированные. Я, в принципе, в прошлом году это отмечал, что очень сложно. Он приходит, он не знает, куда он хочет вообще, абитуриент. Ему все равно. Он подает там строительным на гидросооружение, приходит к нам, подает на информатику, уходит в политех на машиностроение. В результате с ним начинаешь разговаривать, а мне говорят все равно. Мне главное, чтобы на бюджет. Свою лепту вносят и сами вузы. Некоторые открыто нарушают порядок приема. Поражало то, что некоторые вузы после того, как зачисляют студентов в первой волне, отдают подлинники. Вот ко мне, например, с Тольятти приехал между четвертым и десятым, подает подлинник. Я, естественно, его зачисляю второй волной, а он зачислен там. В любом случае, по словам специалистов, хорошие студенты никуда не денутся, а те, кто ошибся с выбором или переоценил свои возможности, в течение года, как правило, покидают вуз. Все покажет первая сессия. Павел Баймаков, Алина Чемерес, Константин Головин. События. Пока студенты и школьники готовятся сесть за учебную скамью, некоторые взрослые никак не наиграются в куклы. Самарский мастер лепит своих знакомых из пластика и проволоки. Марина Матвейшина узнала, почему же куклы так похожи на людей. Сделано с любовью. Так можно сказать об этих маленьких существах, похожих и на людей, и на сказочных героев одновременно. Вот уже несколько лет Наталье Муханову создает кукол. Процесс контролирует домашний любимец по кличке Кот. На каркас из проволоки надевается голова из фольги. Ее и оборачивают пластиком, словно кожей. Это более долгий процесс, но сейчас я вам покажу просто, чтобы вы поняли, что это, конечно, магическое действие, но, в принципе, доступно каждому человеку. Отдельно делаются уши, нос, руки и ноги. Потом дело за прической и одеждой. Ее Наталья тоже шьет своими руками. Началось увлечение с поисков подарка для мужа. Так и не найдя ничего на магазинах-полках, решила подарить супругу его же самого. Сделала куклу мини-копию любимого мужчины. Потом на свет стали появляться и другие. Говорят, что они такие у меня получаются душевные, что ли. Потому что они не столько натуралистически похожи на человека, а больше угадывается какое-то настроение, какие-то мелкие детальки, но это же не какая-то маска или что-то. Это все равно какое-то другое существо. Конечно, это не мини-там этот человек. Кроме портретных кукол Натальи делает и кукол настроение. Будь то впечатление от хорошей книги или фильма или случайной встречи с какими-то людьми. Все, что вдохновило художника, обязательно потом будет смотреть на мир кукольными глазами. Все они очень разные, но одно их объединяет. В каждой частичка мастера. Во-первых, говорят, что они все на меня похожи. Ну, это, наверное, любой художник рисует и лепит или там, не знаю, что делает. Всегда делает себя в первую очередь. Даже если, казалось бы, портретная кукла, ты делаешь конкретного человека, а все равно он будет похож на тебя каким-то образом. Дома куклы не живут. Обычно они уходят жить к друзьям и близким своим прототипом. Дальнейшая судьба каждой из них для Натальи загадка. Марина Матвеевшина, Алексей Золотенков, События. К новостям спорта. Кубок самарского губернатора по футболу уехал во Францию. В финале юношеского турнира «Волжские ворота» в Марсельский олимпик победил лондонский «Челси» с отчетом 2-1. Бронзовым призером стал донецкий «Шахтер». Самарские крылья советов только на седьмом месте из восьми возможных. В причинах такого расклада разбирался Сергей Кизоркин. Самарские любители западноевропейского футбола Бельгии, Германии, Украины. Противостояла им спортшкола «Крыльев советов» на третьем юниорском турнире «Волжские ворота». Амбициозные самарцы в этом году планировали наконец-то завоевать ценный трофей Кубок губернатора. И уже в первой игре доказали – шансы есть, выиграв «Аталант». Но затем последовала серия из одних поражений. Играли не в своей тарелке. Могли выходить спокойно из группы, но то ли не достроились и команда молодая. Так что уровень у «Олимпика», у «Генка» и у «Атланты» намного сильнее, чем у нас. То, что в этом году французский «Олимпик» будет претендовать на золото, ни у кого не вызывало сомнений. У клуба уже была бронза. И остановить «Марсельца» в финале под силу было лишь англичанам. Челси – первые обладатели самарского трофея. Мы ехали в Самару побеждать, но «Шахтер» мог остановить нас на полпути к заветной цели. Однако мы его победили и уверенно выиграли финал у английского Челси. Финальный поединок выиграл «Олимпик» 2-1. Юниоры «Крылев Советов» в последней игре турнира пытались не ударить в грязь лицом. В серии после матчевых пенальти они победили немецкий «Гамбург» 4-2. После такого фиаско «Самарский футбол» ждут глобальные реформы. Все будет зависеть от того, насколько серьезно мы будем этим заниматься. Насколько серьезно рассчитывать будем не на сиюминутный успех, а готовить базу, основу. Она потом давать будет результаты. Поэтому «Крыльям Советов» в этом отношении предстоит большая работа. Впрочем, без призов самарская команда не осталась. За надежную игру голки «Крыльев Советов» удостоили индивидуальным призом лучший вратарь турнира «Волжские ворота». Сергей Кизоркин, Иван Карпов «События». Как банковские карты будут использовать для борьбы с алкоголизмом, а интернет станет стеной позора для тех, кто не платит алименты, расскажет наш экономический обозреватель. Мне уже остается напомнить телефон редакции 202-11-22, наш сайт самаргиз.ру. Читайте нас в Твиттере, скачивайте приложение и смотрите телеканал Самаргиз круглосуточно на экранах своих смартфонов и планшетов. Всего доброго и оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин